И сейчас срочное сообщение от российского МИДа. Он объявил об ответных мерах на новый законопроект Соединенных Штатов об ужесточении односторонних санкций в отношении нашей страны. Итак, Москва, в частности, с 1 августа приостанавливает использование американским посольством всех складских помещений на Дорожной улице в российской столице и дачи в Серебряном Бару. Кроме того, Россия предлагает США сократить число сотрудников своих депмиссий в нашей стране до 455 человек. В заявлении МИДа сказано, что закон об антироссийских санкциях ставит цель создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике, и Россия оставляет за собой право и на другие ответные меры против Америки. Ну и реакция нашего МИДа появилась после того, как Сенат США вслед за оплатой представителей принял законопроект, который предусматривает ужесточение односторонних санкций в отношении России. Теперь его должен подписать Дональд Трамп. Документ, напомню, требует от правительства Штатов продолжать противодействовать строительству трубопровода из России в Европу «Северный поток-2». Одновременно говорится, что следует сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу, чтобы создавать рабочие места в собственной экономике. На этом фоне ЕС уже несколько раз предупредил Вашингтон, что выступает категорически против такого санкционного давления, так как все это отразится на экономических интересах Евросоюза. Владимир Путин назвал действия США явной попыткой использовать свои геополитические преимущества в конкурентной борьбе.